Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я являюсь научным сотрудником научного отдела онкомонологии и медицин-онкологии Минипетрова, также сотрудником института детской гематологии и транспортологии и онкологии Раисы Максимовны Горбачёва в Санкт-Петербурге и в общем-то спектр моих компетенций, так скажем, находится развитие новых видов клеточной терапии, в том числе и кар клетками в том числе. Немножко поговорим про перспективы. Сразу хочу предупредить, что многие слайды будут очень сильно перекликаться с тем, что уже показывал Илья Сергеевич, но, может быть, там будут освещены немножко в другом свете, и поэтому надеюсь, что вам это все будет интересно. Что же такое кар? Кар — химерный антигенный рецептор. Если с Т-лимфоцинтами все более-менее понятно, то данная молекула, которая должна экспрессироваться на поверхности, в частности Т-клеток, является искусственной молекулой, созданной лабораторно. Она представляет собой химеру, но в отличие от мифических существ из Древней Греции, это абсолютно реальная молекула, которую могут сделать ученые в лаборатории, и которая обладает запрограммированными, желательными функциональными свойствами. Здесь представлена на картинке структура типичного химерного антигенного рецептора. Есть большое множество различных модификаций, но классическая структура вот такова, как представлена на рисунке. Давайте ее немножко разберем. Она имеет две важных функциональных части. Первая — это... Прошу прощения. Первая — это внеклеточный домен. Его основная функция — это распознавание мишени. И поэтому, когда мы создаем такую молекулу в лаборатории, мы прежде всего думаем о мишени, которые будут распознавать этот кар. И в абсолютном большинстве случаев эта часть представлена какими-то частями иммуноглобулинов, в частности, одноцепочными вариабельными фрагментами иммуноглобулинов, которые специфичны к определенному антигену. Поскольку технология получения антител к различным битовым антигенам, они хорошо известны, они высокоразвитые, то в теории мы можем получить химерный антигенный рецептор к любой мишени, которая нам интересна. В абсолютном большинстве случаев используются не фрагменты антител, а какие-то другие либо рецепторы, либо другие высоковариабельные белковые структуры, которые могут распознавать какую-то специфическую мишень. Вторая очень важная часть молекулы является внутриклеточный домен, внутриклеточный домен, который ответственен за активацию, собственно говоря, Т-лимфоцита в данном случае. Если внеклеточная часть распознает, и это первый этап, так скажем, взаимодействия карт Т-лимфоцита с опухолевыми клетками или с клетками, которые несет мишень, то вторая часть, второе действие, это, собственно, его активация. За это ответственна внутриклеточная часть этой молекулы. В классическом варианте внутриклеточная часть сама состоит из двух частей, поскольку, как мы знаем, для активации Т-лимфоцита необходим не только один сигнал через Т-клеточный рецептор, но и, как правило, костимулирующий сигнал через другие молекулы, например, CD28 или 4.1BB, так называемая, для его полноценной экспансии, активации, последующей экспансии и реализации цитотоксической функции. Поэтому внутриклеточная часть молекулы включает, как правило, как часть костимулирующей молекулы, в классическом варианте, это CD28 или 4.1BB, и также часть Т-клеточного рецептора, в частности, CD3-детацепь Т-клеточного рецептора. И вот такой вот тадем обеспечивает полноценную активацию Т-лимфоцита. Под активацией мы подразумеваем активацию пролиферации, активацию цитотоксических функций, активацию секреции различных провоспалительных цитотокинов. Ну и, наконец, третья часть, она больше, прошу прощения, опять, она больше выполняет анатомическую функцию, связывает два важнейших функциональных домена в единую структуру, структуру единой молекулы. Хотя, конечно, от структуры этой трансмембранной части тоже там зависит оптимальное распознавание, оптимальная работа, но в целом ее функция больше анатомическая. Как же нам сделать так, чтобы вот в лаборатории получить, собственно говоря, Т-клетки, которые несут на себе этот химерный антигенный рецептор и способны там распознавать, находить, уничтожать, например, опухолевые клетки? Существует несколько этапов, да, в частности, все начинается с забора клеток у донора в случае аутологичных картиклеток или, то есть, у пациента, либо у донора, там, в случае аллогена. Данные клетки, полученные продукт ликофереза, подвергаются дальнейшей обработке. В первую очередь идет селекция клеток, обычно с помощью магнитной сепарации, затем идет их активация через стимуляцию посредством Т-клеточного рецептора CD3 молекулы и, например, костимулирующей молекулы CD28. Затем идет процесс так называемой трансдукции, это, наверное, более, такая сакральная часть этого процесса, которая подразумевает встраивание искусственной генетической конструкции в геном Т-лимфоцита, который преследует две цели. Первая цель – это синтез с этой конструкцией, собственно говоря, матричной РНК, которая, в свою очередь, является матрицей для синтеза белка, собственно, этой молекулы. И этот синтез, он происходит постоянно, обеспечивая постоянное присутствие этой химерной молекулы на поверхности Т-лимфоцитов. А с другой стороны, вторая роль этой трансдукции в том, чтобы надежно встроиться в геном и реплицироваться в процессах деления клеток. И таким образом, когда Т-лимфоцит начинает пролиферировать и давать начало целым клонам Т-лимфоцитов, то в каждой дочерней клетке будет присутствовать ген, вот этот стройный ген искусственный, и он, опять же, будет обеспечивать экспрессию, то есть синтез этой химерной молекулы. И каждая дочерняя клетка, опять же, будет нести на своей поверхности эту молекулу. В дальнейшем может происходить экспансия до наращивания этих клеток в необходимом количестве. Дальше этот продукт уже забирается из лаборатории и, в принципе, вводится пациенту. Там есть еще этапы контроля качества и так далее. Используется достаточно, может быть, большая линейка оборудование и магнитный сепаратор, машина для отмывки клеток и распорядирования различных растворов, инкубаторы, волновые биреакторы и так далее. И все это должно происходить в специально оборудованных чистых помещениях с помощью квалифицированного персонала. В общем, процесс выглядит в целом непростым, требует квалифицированного персонала, требует необходимой инфраструктуры, но в целом он не является с какой-то практической научной точки зрения чем-то там невозможным. Каковы же преимущества, основные ключевые преимущества CAR? Почему это настолько, можно сказать, восхитительная технология? В первую очередь, это комбинация высокоспецифических антител, части которых используется при создании этих молекул, о чем мы уже говорили, с мощной цитотоксической способностью Т-клеток. С помощью этой химерной молекулы Т-клетки распознают клетки-мишени, экспрессирующие молекулы, мишени, которым направлен химерный антигенный рецептор. В них происходит активация, в том числе с токсической функцией. И один картилимфоцит может с помощью непосредственных контактов уничтожать сотни и даже тысячи клеток мишени. Здесь на электронной микрофотографии представлен лимфоцит, вот видите его ядро и бодок стоплазмы, который сформировал так называемый иммунный синапс синапс с клеткой экспрессирующей соответствующие мишени, и вот видите большое количество вакуоли в этой клетке и уже индуцировался паптос. И один картилимфоцит может сформировать непосредственно вот такие синапсы смертельные поцелуи так называемые сотнями и тысячами клеток мишени непосредственно. Но этого тоже можно было сказать недостаточно. второй важный очень компонент это экспансия карти в организме. При взаимодействии молекулы химерного антигенового рецепта происходит активация, которая приводит также к экспансии. Это не просто экспансия, а массивная экспансия. Если мы вводим клетки в количестве несколько сотен тысяч, несколько миллионов на килограмм веса пациента, то экспансия приводит к тому, что таких картиклеток в организме образуются уже миллиарды. десятки, может быть даже сотни миллиардов и в определенные моменты времени абсолютно доминирующая популяция всех лимфоцитов и цепента может быть представлена именно картиклетками. Это уже огромная масса, вооруженная данными химерно-антигеновыми рецепторами, способная инфильтровать ткани, органы, опухолевые чайги и тотально элиминировать практически все клетки, несущие собственно говоря саму мишень. Другим свойством важным также является длительная циркуляция таких карти лимфоцитов практически во всех тканях органов, включая такие заповедные можно сказать зоны, как центральная нервная система. Все это опять же приводится к тому, что где бы у нас не были дистантные опухоли рычаги или какие-то там ликемические клетки все дает надежду на то, что карти в результате вот такого патрулирования сможет эти клетки обнаружить тотально везде и тотально везде их элиминировать. Все это приводит к тому, что как в последнем пункте указано одна инфузия всего лишь одна инфузия карти лимфоцитов может привести к эрадикации всего злокачественного кона и к длительной полной ремиссии. По длительной полности ремиссии мы осторожно говорим даже о полном излечении пациента от злокачественного заболевания. Некоторые лица вы уже видели. Немножко исторической справки. Кар первого поколения. Чем он отличается от работающих карах. Там во внутриклеточном домене не было элементов костимулирующих молекул. То есть вместо двух сигналов был один. Впервые разработаны были этим учёгом Зелигом Ишхаром в Израиле в институте Вайсмана ещё в конце 80-х годов. К сожалению, кара этого поколения не смотря на то, что проявляли цитотоксичность, они не подвергались такой массивной экспансии. То есть были недостаточно функциональны каких-то реальных получения реальных терапевтических эффектов. Современная история картин начинается уже с начала 2000-х, связана прежде всего с фамилиями этих учёных Мишель Седевейн и Дарьева Кампана. Именно они придумали внедрять в молекулах химерных антигенных рецепторов вот этот второй сигнал. Придумали, как это сделать, чтобы это работало. Всё было функционально. Мишель Седевейн использовал костимулирующие элементы костимулирующие молекулы CD28, Дарьева Кампана, госпиталь Сен-Жил, Светлова и Уда 4-1-BB. Наконец, прошло ещё несколько лет, прежде чем появились первые сообщения об успешном применении этой технологии для эрадикации абсолютно дезистентных поклеточных новообразований. Это происходило практически одновременно в трёх центрах Нью-Йорке, в инститете Пенсильвании и также Национальном институте рака США. И, собственно говоря, вот эти центры, у этих центров эти технологии были лицензированы вот этими компаниями. Это была так называемая первая большая тройка в области карте технологий, которые уже разрабатывали коммерческие продукты. Говоря об истории, нельзя не упомянуть, конечно, историю Эмилии Лайтхед. Это был не первый пациент, который получен длительная ремиссия с помощью карти, анти-CD19 карти, но это был такой знаковый случай, который привлёк большое внимание к этой технологии, потому что прежде всего это был ребёнок, с острым лимфобластным лейкозом, абсолютно резистентная форма, ему уже фактически было положено в то время палеотивное лечение. Она успешно попала в университет Пенсильвании медицинскую школу, лабораторию Калджуна, где было проведено лечение, это экспериментальное было лечение. Надо сказать, что в ту пору очень мало кто верил в перспективы такого вида терапии, была крайняя недостаточность финансирования, и там буквально собирали всё, что можно, но лечение было произведено, были серьёзные осложнения данного лечения, и там постоянно была угроза жизни данной пациентки, потому что развился сильный цитокинролий синдром, тогда ещё достаточно плохо понимали его природу, как его лечить, и всё тем медицинским сотрудникам проходилось всё с нуля, так скажем, проходить, но тем не менее эти вопросы были успешно решены, и вот на сегодня это уже целых 9 лет без всякой консолидирующей терапии, после картии, эта девочка Эмили, она живёт богополучно, поступила в высшую школу, учится, ведёт полноценные образы жизни, и в США даже родителям был создан целый благотворительный фонд, собирающий средства на развитие новых методов лечения различных опухолей в детей. Ну, собственно говоря, сам весь случай привлёк большое внимание вот именно общественности, бизнеса, инвесторов к этой технологии, и поэтому такой вот знаковый случай. Ну, подобную схему вы уже видели в докладе Ли Сергеевича, у меня более старая, но она призвана показать, что существует два абсолютных лидера, государства-лидера Соединённых Штатов Америки и Китай, которые проводят абсолютное большинство клинических исследований в этой области. Таких клинических исследований уже несколько сотен, различные показания, конструкции и так далее. Хочу обратить внимание, да, на место Российской Федерации, ну, к сожалению, оно очень-очень небольшое, мы ещё коснёмся этого, ну, вот, то, что мы имеем в настоящий момент. Европейский Союз тоже немножко отстаёт, но в последнее время достаточно интенсивно нагоняет лидирующие страны. Графики вы тоже, в принципе, уже видели, ну, самое главное, что наиболее впечатляющее, то, что вот речь идёт абсолютно резистентных пациентов, да, которых там прогнозируема длительная выживаемость не превышает там 50%, вот, и можно на сегодняшний момент с уверенностью рассказать, что вот эти кары, которые уже достигли там в коммерческом виде рынка, да, они позволяют 3-5 человек, да, вот так, это очень условно и грубо, но 3-5 человек спасти, и не только спасти, но, опять же, мы говорим о длительной долговременной ремиссии, очень осторожно говорим об извлечении, вернуть их к полноценному образу жизни. Ну, вот, интересный, единственное, на чём я акцентирую внимание, это вот интересный CAR-ARI-001, это абсолютно академическая разработка в одном из центров Барселоны, который испанский регулятор сейчас одобрил к применению, в рамках так называемого госпитального исключения центра Барселона, который, с одной стороны, не менее эффективный, чем известные коммерческие CAR-ARI-00, Кимрая, с другой стороны, как бы, решает одну из больших проблем, той же самой Кимрая, это значительное снижение стоимости такой терапии. Но, если мы на предыдущем сваде говорили о Б-клеточных новообразованиях, в основном островлифобластные ликозы, нехожеские лифомы, или там антильноклеточные лифомы, то в области гемотонкологии за пределами Б-клеточных новообразований CAR-T также очень хорошо работает. Прежде всего, множественная миелома, но и другие области миелодные, островлифобластные ликозы, МДС, Т-клеточные нефлазии, лимфома, Кошкина. Опыт гораздо меньше, но те данные, которые уже есть в настоящее время, говорят о том, что они там могут быть не менее эффективны. И все это, по-видимому, приведет к тому, что вот эта технология CAR-T, она достаточно прочно обоснуется, по крайней мере, в гемотонкологии. Если мы говорим, здесь как бы неполный обзор, это чисто какие-то примеры. Если мы говорим о солидных новообразованиях, то здесь все достаточно, конечно, скромнее. И если в предыдущих слайдах мы говорили о большом количестве полных ремиссий, длительных ремиссий, то в солидных образовании полные ремиссии все-таки в целом редки. И в основном у 20-40, максимум 60 пациентов можно достичь частичных ответов, стабилизации заболевания. это наиболее частые виды ответа на карте терапии. В то же время при многих мы же говорим о наиболее резистентных формах, как правило, которых уже нет электронастильного лечения. И это приводит к тому, что этого уже может быть достаточно для того, чтобы в коммерческом варианте такие продукты могли выходить на рынок. И в частности, по-видимому, первый продукт это антимейдж TCR это технология чрезвычайно сходная с карте технология, поэтому можно их объединить в одну. Это FAMISL по-видимому, скоро будет одобрен для применения при резистентных формах синдоминальных сарком, липосарком и так далее. Более подробно вы можете посмотреть, сейчас будет ЭСКО 2021 года, там адаптермут будет выступать с результатами своих исследований. карте она такая опять же восхитительная технология и очень-очень много групп академических коммерческих стартапов фирм они разрабатывают так скажем дальнейшие модификации карте делают более безопасными эффективными и здесь очень-очень-очень много различных направлений но в целом все это признано сказать о том, что в будущем карте будут выпущены значительные более улучшенные версии и можно с достаточно таким высоким оптимизмом говорить, что и в солидных тех же новообразованиях карте могут быть новые поколения гораздо более эффективны по крайней мере в доклинических исследованиях на мышах сейчас уже есть достаточно впечатляющие исследования ну отдельная тема да это перспектива применения карте в РФ как мы уже видели там на глобальной схеме у России в настоящий момент очень-очень скромное место очень ограниченное количество академических там групп развивается вообще занимается вопросами экспериментальными в области этой технологии но прежде чем там какие-то подробности существуют две принципиальные схемы то как можно производить и применять карте первая это схема так называемая центрального производства где существует большой так скажем регион один завод который собирает продукты афереза проводит изготовление этого продукта и отсылает обратно в клинический центр для его применения и вторая схема она больше подходит так скажем под коммерческое применение под большую фарму которую можете построить позволить построить огромный завод и организовать эту сложную логистику и так далее второй вариант это так называемое локальное или point of care производство когда собственно говоря небольшие такие зоны по производству данных продуктов расположены либо в самих центрах где срадачивается данная группа пациентов либо непосредственно около них и это больше так скажем скорее больше академическая история и она обладает определенными преимуществами которых мы сейчас тоже подробно немножко разберем и так как я уже сказал центральное производство big farm в российской федерации мы ожидаем выход на наш рынок это крупных фармацевтистических компаний прежде всего это компания первые волны навартис бмс дживат и в частности навартис сейчас проводят активную работу да желает зарегистрировать свой препарат первый кемра у нас российской федерации есть определенные проблемы да связанные с законодательством и с логистическими проблемами собственно говоря платой да и поэтому еще непонятно насколько у них получится есть компании второй волны прежде всего отечественные биокаттер фарм которые заявляли о разработке собственных продуктов прежде всего анти-сиди девятнадцатых карт и настоящий момент известно тоже что все там либо пока находится на начальных этапах либо не продвигается к сожалению ну вот к плюсам центрального так скажем вот этих коммерческих карав можно отнести их высокое качество да это очень схема подходит под аллогенные карти-клетки ну и также больше наверное можно сказать соответственно желанием регулятора да потому что все основательно в одном центре построено легче контролировать к минусам обязательно нужно помнить это крайне высокая стоимость и сейчас вот так скажем минимальная стоимость коммерческого картина тиседе 19 например оценивается там по разным оценкам 16-20 миллионов рублей очень большая стоимость конечно очень сложная логистика да и время так скажем от момента забора клеток у пациента до введения уже готового продукта оно может быть достаточно долгое до трех месяцев и очень часто большой пациент большая группа так скажем часть пациентов просто не может ждать следствие прогрессии заболевания какие-то либо другие проблемы такое количество времени наконец локальное производство основанное на так скажем академических лабораториях с использованием закрытых автоматизированных систем которые как мы уже разбирали способны выполнять все этапы производства картии в таком локальном контуре под управлением специального программного обеспечения такое тоже очень возможно и развивается в настоящее время и к плюсам можно отнести во-первых это больше соответствует желаниям врача пациента поскольку позволяет во-первых очень сильно сократить время производства и введения собственно пациента во-вторых врач получает гораздо больше так скажем лобильности в том когда это назначить когда применить и так далее нужно отметить что и стоимость академических так скажем поинтов произведенных карти продуктов ожидается ну как минимум в 4-5 раз ниже стоимости коммерческой карти что тоже очень важно учитывая такую огромную стоимость ну к минусам конечно нужно отнести это ограниченные возможности масштабирования да если речь идет о сотнях или там даже тысяч продуктов то это вполне можно освоить если появляются какие-то карти которые показаны десяткам даже там тысяч пациентов то конечно здесь уже возможности значительно масштабирования ограничено ну и необходимость достаточно инфраструктуры обученного персонала в каждом месте производства это конечно тоже является проблемой ну и последний мой слайд да вы уже элемент его тоже увидели единственный центр в настоящее время который предлагает такое лечение пациентам детям в целом в основном с п-клеточным острым лифобластным ликозом это мис имени Дмитрия Рогачева под руководством профессора Михаил Александровича Мощина произведен трансфер технологии уже несколько лет и там успешно применяют как CD19 так и беспецифичный CD19 20-й кар для этих пациентов весь процесс основан в общем-то вот на данной закрытой автоматизированной системе клини-макс продержи которая относится именно к тем системам которые могут выполнить под ключ все процедуры начиная от магнитной сепарации трансдукции экспансии отмывки клеток все можно выполнить в единой закрытой стерильной системе что очень удобно и позволяет сократить затраты и количество закупаемого оборудования сохранить место и так далее ну и настоящий момент мы можем уже говорить о формировании консорциума академических учреждений два учреждения Санкт-Петербурга это прежде всего МИЦ онкологии Петрова и клиника детской институт детской гематологии онкологии транспортологии Раиса Максимовна Горбачева Целью которого является внедрение данного вида терапии необходимого пациентам на основе децентрализованной системы Point of Care и настоящий момент два Санкт-Петербургских центра готовятся к запуску первого исследования картиотерапии анти-си-19 прежде всего для нехонжеских лимфом у взрослых детных форм мы готовы начать первые запуски вализационные запуски по производству уже в следующем месяце июня 21 года с надеждой что уже осенью мы уже сможем предложить данный тип терапии нашим пациентам говорю об этом все достаточно осторожно потому что конечно большое количество проблем связанных с финансовыми и с организованными и с правовыми вопросами но в целом мы настроены патимистично спасибо большое внимание извините что немножко не уложился не уложился не уложился Продолжение следует...